Армения ТД представляет ключевые события прошедшей недели. В Армении прошли памятные мероприятия, посвященные 107-й годовщине геноцита армян в Османской империи. 23 апреля в Ереване прошло традиционное факельное шествие, организованное Молодежным Союзом Дашнак-Тютью. Перед началом шествия участники по традиции сожгли флаги Турции и Азербайджана. Примечательно, что в этом году в факельном шествии участвовали экс-президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Как заявил корреспонденту Армении ТД во время шествия Серж Саргсян, в бытность его президента международное сообщество не требовало от руководства Армении понизить планку требований в вопросе статуса Арцаха. Роберт Кочарян с журналистами общаться не стал. Глава МИД Турции Мевлюд Чавушоглу в ходе визита в Уругвай в ответ на протесты представителей армянской общины продемонстрировала им знак турецкой экстремистской организации «Серые волки». В связи с этим посол Турции был вызван в МИД Уругвая. Президент и министр иностранных дел Уругвая подвергли критике действия Чавушоглу, назвав их неприемлемыми. Глава Постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям Эдуард Ахаджанян заявил, что националистический жест главы МИД Турции не способствует формированию атмосферы армян-турецкого диалога. США еще раз подтвердили свою позицию в вопросе геноцида армян. 24 апреля в традиционном обращении к армянской общине США президент Байден вновь охарактеризовал события 1915 года как геноцид. 24 апреля 1915 года османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции Константинополя. Так начался геноцид армян, одно из самых страшных массовых злодеяний 20 века, заявил президент США. В МИД Турции послание Байдена назвали неудачным, отметив, что президент США повторил допущенную в 2021 году ошибку. Глава Турции Эрдоган, в свою очередь, заявил, что слова президента США не имеют значения для Анкары. Активизировалась подготовительная работа по началу переговоров по делимитации и демаркации армян-азербайджанской границы. Главы МИД Армении и Азербайджана провели уже второй по счету телефонный разговор. Стороны согласовали структуру комиссии по делимитации и пограничной безопасности. Достигнута также договоренность о проведении в ближайшее время заседания комиссии по делимитации и пограничной безопасности. Азербайджан определил состав национальной комиссии по делимитации, заявил Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем, добавив, что Азербайджан сообщил Армении о готовности к переговорам в формате Баку-Ереван. Мишель также обсудил по телефону с армянским премьер-министром процесс реализации договоренностей, достигнутых в Брюсселе 6 апреля. Активизировались также процессы, направленные на нормализацию отношений между Ереваном и Анкарой. Следующая встреча специальных представителей Армении и Турции состоится 3 мая в Вене. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о запланированной на начало мая встрече в Брюсселе представители Азербайджана и Армении. Между тем, в МИДе Армении заявили, что информации об этой встрече на данный момент нет. Неделя в Ереване прошла под знаком перманентных акций протеста оппозиции с требованием отставки Никола Фашняна и правительства. Протестные акции, как изначально анонсировали оппозиционные силы, проходят по всему городу и носят децентрализованный и системный характер. Также в Ереван начались шествия из Идживана, Тигра Нашена, Баша Абарана и Сардарапата. 1 мая в Ереване ожидается большой митинг. Генпрокуратура 27 апреля сообщила, что получила ходатайство о привлечении премьер-министра Никола Фашняна в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела о причинах катастрофических последствий Арцахской войны 2020 года. Согласно ходатайству, Фашнян должен быть привлечен к ответственности за государственную измену и злопотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Решение по данному ходатайству будет вынесено в течение пяти рабочих дней. Между тем, родственники погибших в 44-дневной войне солдат в течение всей недели собирались у зданий Генпрокуратуры. Они требуют немедленного ареста премьер-министра Фашняна. Вечером 28 апреля, по предварительным данным от выстрела со стороны сослуживца, получил огнестрельное ранение военнослужащие срочной службы войсковой части Н. Минобороны Армении и рядовой Самвел Сануян, 2002 года рождения. По дороге в больницу Сануян скончался. В Следственном комитете по факту гибели военнослужащего заведено уголовное дело. Премьер-министр Армении Никол Фашнян в пятницу принял делегацию правительства Арцах по главе с президентом республики Араигом Арутюняном. На встрече Фашнян заявил, что главным бенефициаром урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы являются Арцах и народ Арцаха. Премьер также заявил, что мирная повестка вовсе не является повесткой поражения, а призвана обеспечить преодоление последствий войны, гарантировать безопасность, право и будущее народа. Президент Арцаха Арутюнян в свою очередь отметил, что в Арцахе сегодня сформирована атмосфера политического консенсуса. Он подчеркнул, что Арцах не откажется от права на самоопределение. Глава МИД Армении Арарат Мирзуян в пятницу провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Собеседники выразили удовлетворение результатами официального визита премьер-министра Армении в Россию. Они обсудили вопросы, касающиеся формирования армян-азербайджанской комиссии по вопросам делимитации и демаркации границы и пограничной безопасности. Мирзуян сообщил о согласии Армении на предложение российской страны о проведении трехсторонней встречи глав МИД Армении России и Азербайджана в рамках предстоящего 13 мая в Душамбе заседания СМИД СНГ.